Итоги уходящего четверга Делать добро так просто Депутаты в рамках областной акции Навестили особенных детей Ни один ребенок, в общем-то, не остался без внимания и без подарков Как сбываются мечты В ожидании Рождества Православные отмечают сочельник Вот так и наша жизнь Дает росток жизни вечной Восколько пройдут праздничные богослужения А также Отмененные рейсы Мобильные приложения И новогодние приключения Ночью 1 января пьяный местный житель Разбил стекло в летнем кафе От кого мужчина прятался в кустах Поле информационного боя Во Дворце независимости прошло совещание По вопросам реализации исторической политики 2022 объявлен годом исторической памяти Задач много Систематизировать исследования Мемориальные комплексы Определить на перспективу даты События личности, которые необходимо увековечить Нужно скорректировать и работу По патриотическому воспитанию детей и молодежи Ориентируя их на героические подвиги предков Александр Лукашенко уверен После августа 2020-го Многие пересмотрели отношения к истории И понятиям независимость и оккупация Затронул глава государства и ситуацию в Казахстане Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот Ну их бандитами кто-то называет Разные там люди К этим протестующим Я бы им просто сказал, что ну пошумели, покричали Хватит Хватит, надо договариваться, пока далеко не зашли А с этим президентом такая можно договориться Это нормальный человек, дипломат С которым можно договориться Очень умный, образованный человек И они должны понимать, казахстанцы Что это их страна и другой страны у них не будет Но для нас это урок Еще один урок В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами И дело даже не в том, что мы мирные белорусы Дело не в этом Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси Во всем мире история поля информационного боя В условии глобального передела сфер влияния Это фактор национальной безопасности Беларусь не собирается переписывать свою историю Но и не будет умалчивать конкретные факты Боясь задеть чьи-то чувства правдой Эту ночь он запомнит надолго 1 января Бобручанин разбил стекло в кафе Его задержали сотрудники департамента охраны Тревожную кнопку в заведении нажали около 4 утра Оказалось, 23-летний местный житель отдыхал в компании друзей В какой-то момент он забежал на террасу Выбил ногой стеклянную дверь и попытался сбежать А когда парень увидел милицейский экипаж Решил отсидеться в кустах К слову, задержанный был пьян Сейчас он нигде не работает Ранее уже привлекался к уголовной ответственности Мечты сбываются Депутаты провели областную акцию В рамках республиканского движения «Наши дети» Народные избранники посетили многодетные семьи В которых воспитываются особенные дети Малыши получили в подарок игрушки Спортимитарь и сладости О добрых делах Татьяна Горбач Рождественская сказка приходит в дом К многодетной семье Филипчик Мама Светлана воспитывает четверых Один ребенок особенный У 9-летней Ксюши гидроцефалия Она родилась недоношенной И перенесла больше 10 операций Депутат Николай Силков привез ей в подарок Игрушки, спортивный инвентарь и набор для творчества В канун Нового года, Рождества В эти замечательные праздники Всем, кому нужна помощь Всем, кому нужно тепло Чтобы дети, особенно дети Получили вот эту капельку добра И ни один ребенок, в общем-то, не остался без внимания И без подарков В уютной трехкомнатной квартире Которую семья построила с господдержкой Не смолкает детский смех Старшая дочь, 13-летняя Анастасия Помогает маме во всем Присматривает за младшими И находит время для занятий народными танцами Диме 7 Он будущий футболист Малышке Бажене 2,5 Не по возрасту смышленая девочка Пытается все повторить за братом Огромное, конечно, спасибо Что пришли, поздравили Не забыли Как бы очень приятно Что не забывает нашего ребеночка С теплыми поздравлениями и ценными презентами К семье Головиных приходит депутат Владимир Свиридов У мамы Ирины трое детей Один из них нуждается в особом внимании уходе У 15-летнего Артема ДЦП В подарок мальчику такой необходимый ингалятор А для души музыкальная колонка Я просто не ожидала такого восторга Что нас не забыли Вспомнили о нас Обратили на нас внимание Подарили то, что мы хотели Спасибо большое депутатам Минуты новогоднего волшебства Останутся надолго и в памяти дружной семьи Мороз У мамы Натальи две дочки Маргарита и Верочка А еще особенный сын Сережа У 14-летнего мальчика аутизм В подарок от народного избранника Сертификат на 100 рублей в детский магазин И скидка на услуги связи Рождество это время чудес Поэтому нужно верить в чудеса Нужно, чтобы Если есть возможность Дарить эти чудесные подарки Чтобы дети верили в это И от этого мир станет Немножко прекрасней Немножко чудесней И все будет хорошо К благотворительной акции Рождественская мечта Присоединяются и другие представители Городского и областного советов депутатов Каждый народный избранник делает все Чтобы в эти праздничные дни Ни один ребенок не остался Без такого нужного внимания И долгожданного подарка Марафон добра продлится До 14 января Татьяна Горбач Дмитрий Шевцов Бобруйск 360 Экспорт услуг Социальная сфера И скользкое покрытие На пятницу в стране Объявлен оранжевый уровень опасности Из-за гололедицы О чем нужно помнить автомобилистам Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Белавиа отменила рейсы в Казахстан Полеты будут возобновлены Когда ситуация в стране стабилизируется В компании отметили Для изменения даты вылета Необходимо обратиться туда Где приобретался билет Посольство Беларуси в Казахстане Рекомендует гражданам Нашего государства Минимизировать выход В общественные места В Беларуси 45% средств из бюджета Пойдут на социальную сферу Главный финансовый документ На нынешний год Максимально сбалансирован Учтены все возможные риски Доходы прогнозируются Около 28 миллиардов рублей Приоритеты Выплаты зарплат Пенсии и пособий Белорусские предприятия Построят в России Заводы и детские сады И сейчас наши специалисты Вплотную занимаются Реконструкцией Футбольного стадиона Воронежа И возведением Различных учебных заведений И учреждений здравоохранения В этом году Стройотрасль Беларуси Планирует достичь Показатель по экспорту услуг В 750 миллионов долларов Автовладельцы Смогут проще проходить техосмотр В стране создадут Мобильное приложение При помощи которого Можно будет выбрать День и время приезда На диагностическую станцию Чтобы не ждать в очередях Онлайн-запись есть И на сайте предприятия При этом запуском программы Эта процедура намного упростится Оранжевый уровень опасности Объявлен в Беларуси На 7 января На дорогах ожидается Гололедица Ночью на большей части территории Днем местами по северу Пройдет кратковременный снег Возможно слабая метель Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду В светлое время суток Столбики термометров Опустятся до минус 6 градусов Чтобы все были здоровы Вакцинация против COVID-19 Для детей внесена В национальный календарь прививок Постановление вступит в силу После официального публикования Для иммунизации Предлагается китайский препарат Вероцел Сейчас медики рекомендуют Делать антиковидный укол Детям 12-17 лет Родители должны на это Дать письменное согласие В случае, если ребенок Переболел коронавирусом Прививать его разрешено Не ранее, чем через 6 месяцев И при отсутствии Противопоказаний к вакцинации Вакцинация проводится Как на базе учреждений Образования В медицинском кабинете Выездными прививочными бригадами Так и может проводиться В территориальной поликлинике Здравоохранения По месту жительства После процедуры В течение получаса За школьниками наблюдает врач Только потом отпуская домой Вторая доза препарата Ждет спустя 21 день В Беларуси первым компонентом Привито свыше 2900 подростков Сил небесных торжество У православных христиан Наступил сочельник Канун Рождества Христова В это время верующие Навещают родственников Просят прощения Всей семьёй Собираются за ужином И, конечно, посещают храмы Карина Гуревича Кунулась в атмосферу праздника Православные Отмечают сочельник Канун одного из главных Событий в году Рождества Христова Этот день преисполнен Особенным трепетным Ожиданием Пришествия в мир спасителя Верующие готовятся К торжеству Навещают родственников Просят прощения И всей семьёй Собираются за ужином Продолжается пост Поэтому мясные Яичные Рыбные И молочные продукты Всё ещё под запретом Центральное блюдо На столе Сочева Именно с ним И созвучно Название праздника Сочева Сочева Это как правило Каша Из зёрен Пшеничных Или других А любое зерно Напоминание Нам о том Что Вот зёрнышко Упало на землю И дало Росток Новой жизни Вот так И наша жизнь Даёт Росток Жизни вечной Верующие Отправляются в храмы Чтобы с чистым сердцем Встретить Светлый праздник Богослужения Особенно торжественны И красивы Церкви Украшены белыми цветами Живыми елями И вертепами Со сценами Рождения Иисуса Православные Соберутся на ночную службу А уже 7 января В 9.00 Начнётся Божественная литургия Вечером мы приходим В церковь 6 числа А седьмого Дома Всей семьёй Как бы отмечаем За столом праздничным С угощениями Со сладостями Христианский праздник Собирает большое количество людей Поэтому в рождественские выходные Под усиленный контроль милиции Попадут места Проведения богослужений Здесь же Госавтоинспекция Будет следить За ситуацией на дорогах Повышенное внимание К нарушениям пешеходов Бесправникам А также Нетрезвым автомобилистам Напомним Штраф за пьяное вождение От 3200 рублей Госавтоинспекция напоминает Если вам известно О том Что транспортным средством Управляет лицо Находящее состояние Алкогольного опьянения Либо же На проезжей части Находится пешеход Не заведите нас Общать По телефону 102 Большие Праздничные выходные Это повод Культурно провести время 7 и 8 января В 13 часов У главной елки Ждут детей А в 18.00 Здесь зазвучат Всеми любимые хиты 9 числа В холле Дворца искусств Выступят воспитанники Музыкальной школы Номер 2 Уже в 3 здесь Покажут спектакль Платочек Святой Ефросинии С участием Мужского хора Всехсвятский И балета Альянс В завершении Свои лучшие песни Бобруйча нам подарит Заслуженный артист Беларуси Руслан Алихно Карина Гуревич Татьяна Горбач Максим Галенко Бобруйск 360 Это все И события К этой минуте Смотрите нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин